Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами рассматривали тему формы организации материи, различные, и дошли до высшей формы организации материи, до человека, который обладает свойством отражать материю, познавать мир. А сознание – это свойство высокоорганизованной материи. Хотя были такие философы, имя их Бюхнер, Фокт и Малешот, которые думали, что сознание – это тоже материя, еще одна. И сознание выделяется мозгом. Мысль рядом с мозгом существует, наряду с ним, как то, что вырабатывает мозг. Как печень вырабатывает желчь, так мозг вырабатывает мысль. Но это, так сказать, вульгарное понимание вопроса о сознании. У нас много таких характеристик, которые рядом с нами не существуют. Вот ваш рост, он ваш, но рядом с вами его нет. Нельзя сказать, что вы и ваш рост. Правильно? Нельзя сказать «вы» и ваш вес. Вес – это только характеристика человека, а не тот, что существует отдельно и рядом с ним. Поэтому сознание – это характеристика вот этой высокоорганизованной материи. Ну и, разумеется, когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду человечество, поскольку человек, и в этом его сущность, об этом мы и дальше будем говорить. Сущность человека не в том, что он животное, и индивидуальное сознание не может выработаться. Сознание у каждого своё, но вырабатывается оно общественным путём. Человек может стать человеком только в обществе. Поэтому сущность человека в чём? В чём? Как вы думаете, в чём сущность человека? Саша, лекции сейчас не могу говорить. Так, сущность человека в чём? Сейчас мы выключим это дело и всё. Саша, лекции не могу говорить. В чём? В чём сущность человека? В чём говорит сущность? Сущность человека. В общественных отношениях между людьми. Человек не в общественных отношениях. Человек это животное, правильно? Какое там? Общественное. И с этого мы начинаем. Общественное. Трудящееся. Говорящее. И разумная сущность человека в общественных отношениях. И человек совершает своё движение к тому, чтобы стать человеком. Благодаря тому, что имеются общественные отношения. И эти общественные отношения и дают ему его сущность. То есть сущность человека надо искать не внутри человека, а в общественных отношениях, в которые он включён. Это непростая такая вещь. Но об этом у нас, по сути дела, будет и дальше речь идти в курсе. А сейчас мы должны остановиться на простых вещах. Вот мы говорили, что материя вся находится в движении. Правда? Для этого, для того, чтобы это понимать, надо рассмотреть, какие есть формы движения. Вот сегодня мы будем рассматривать простейшую форму движения. Это становление. Поэтому тема лекции – социальное становление. Тема лекции – социальное становление. Как и где найти, что такое становление? Понятие становление. Понятие становление – это одна из первых категорий наук и логики Гегеля, который разработал научную систему диалектики. Разрабатывал он её в идеалистической форме. Но сама конструкция науки и логики, она такова. Вот первый том – объективная логика. Туда входит учение об исти и учение о сущности. И второй том – учение о понятии, субъективная логика. То есть она построена так, как построили бы её материалисты. Вот. Причём в первом издании, то есть не в первом издании, а в каноническом издании, сочинений Гегеля 37-38-го годов, пятый и шестой тома, собрание сочинений, представляют собой объективную логику и субъективную логику. Во всех последующих изданиях, несмотря на то, что у Гегеля однозначно написано, что вот и в предисловии, и это предисловие печатается, и в более поздних изданиях, тем не менее, просто берутся три книжки подряд. Как в изданиях 71-го года издательства мысль. Учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии, как будто это не важно, то, что учение о бытии, учение о сущности относятся к объективной логике, к тому, что есть в бытии, а не к тому, что есть в сознании. Если посмотреть другие издания, вот в 80-х годах есть толстая, такая книга наук и логике, красного цвета, красивая, то же самое, вот в одной книге ничего не стоило разделить на две части. А вот в черной книге, которую издавал наше издательство «Наука», Ленинградское отделение, то есть если идете к набережной, вот с левой стороны, под Ледний дом, там и магазин есть издательство «Наука», и вот это вот издательство «Наука» в 2005 году издало достаточно большим пиражом пиражом, и долго продавался этот пираж, пока не весь оказался проданным, больше купить уже его книжку такую не лья. Вот, там хорошо очень сразу, так сказать, большая страница написана, часть первая объективная логика, часть вторая объективная логика, а потом открываешь, никаких частей дальше нет, ни в тексте, ни в содержании. Я разговаривал с главным редактором издательства, он говорит, ну ошиблись. Хотя это очень же важно. Причем важно потому, что, скажем, мы как материалисты взяли эту диалектическую логику благодаря тому, что мы ее просто читаем материалистически. А что, значит, читаем материалистически? А вот, так сказать, построена эта система гегелевской, вся философская, так что сначала есть идея, она через противоречие самой, внутренней самой этой идеи доразвилась до материи, до объективности. Потом идет объективная логика, потом идет субъективная логика, и потом в субъективной логике заканчивается все абсолютно идея, и идея приходит к самой себе. Что сделали Маркс и Энгельс? Они как бы вот начало и конец изъяли, идея в начале, идея в конце, ну и получилось, что ту же самую новую логику можно вполне трактовать и понимать материалистически, не переставляя, не передергивая кости там, чтобы не получились спутанные кости и скелета, а все они на месте остаются, но только это понимается материалистически. Есть материя, вот она объективная логика, есть сознание, субъективная логика, и все. Ну а как сказали бы математики, это более рациональное понимание, потому что это вот начало и конец, они ничего не прибавляют, только дают такую идеалистическую трактовку этому великому открытию Гегеля, который создал систему диалектической логики. И вот, для того, чтобы добраться с самого начала до этой самой простой категории становления, мы начнем с того же самого начала. Что такое начало, кто-нибудь знает? Вы когда-нибудь что-нибудь начинали? Начинали? И что такое начало? Точка. Вы знаете, что такое точка? Я тоже думаю, что не знаете. А зачем тогда вы берете то, чего не знаете? Если вы хотите объяснить что-нибудь. Кто-нибудь знает, что такое точка? Да. Вы знаете? Нет. Ну и что такое точка? Это некая геометрическая фигура. Некая? Геометрическая фигура. Таких неких геометрических фигур не с числа. Я взял параллелепипед, послушав вас, говорю, ну вот, теперь стало понятно. Берем параллелепипед, и это вот эта отправная точка, для того, чтобы понять становление. Вы куда меня-то вели? В геометрию. А? В геометрию ввели. Что-что? В геометрию ввели. Так вы меня в геометрию? Так я просил точку, а вы мне всю геометрию дали. Ну, спасибо. Говорит, сами ищите там точку. Ну, я искал. Можно сказать с точки зрения геометрии. Что? Можно сказать точку с точки зрения геометрии. Ну, а точка с точки зрения геометрии что? Это некоторый объект, размер и формы которого можно принебреть. Ничего себе вы размером и формы хотите принебреть. То есть, если что-нибудь большое взять, то можно и пренебречь. Нет, почему нет? Что значит пренебречь, кто вам разрешил пренебречь? Где доказано, что вы можете пренебречь этим размером и формой? Я не знаю, я-то знаю, а вы-то не знаете? А вы просто не знаете, что такое точка, а спрашивайте про форму. Если я не знаю, что такое крокодил, как я могу объяснить, какой формы крокодил? Что вы схватились за форму, если вы не знаете, что это такое? как можно говорить о форме не знаю о чем идет речь не утруждайте себя дорогие товарищи значит если я буду допрашивать вас все такое . вы можете смело сказать что я не знаю и при этом чувствую себя хорошо потому что в основании математики лежат а неопределяемые понятия неопределяемые понятия и б аксиомы которые тоже не доказываются просто постулируют а потом уже строится здание математики вот числе тех неопределяемых понятий самых простых находится . прямая и плоскость никакого определения вы ни в какой не геометрии нигде вы не найдете ни в каком разделе математики определение того что такое . не найдете определение прямой и не найдете определение плоскости хотя в прямой бесконечно много точек а плоскости бесконечно много прямых правда и не надо стараться и тем более не надо заводить нас рака за камень и пытаться значит начала определить так сложно зачем у нас причем тут математика я вас прошу что такое начало вы когда начинали вы подумайте вот вы начинали учиться Ну и что вы начинали? Что хотели получить-то в результате? Знания. А? Знания. Ну просто знания получить или закончить вуз? А стать специалистом не хотели? Ну специалистом уже невозможно получается стать, только бакалавром. Ну хотя бы бакалавром. Хотите стать? Да. Значит вы начинали, не просто начинали что-то таком, какую-то точку там искали, а начинали становиться кем? Бакалавром. Вот если вы это осознаете, что вы делали, когда начинали, получится, что начало есть неразвитый результат. Правильно? Вы уже бакалавр. Вот как только вы поступили сюда, вы уже бакалавр. Какой? Ну который двигается от вот этого начала к чему? К результату. Так вот, начало это неразвитый результат. Нельзя же начинать неизвестно что. Правильно? Если вы хотите собрать корзинку грибов, то вы начинаете с чего? С того, что идете в лес. А вы в лес идете не за шишками и не за дровами. А вы уже в самом начале имеете уже результат. Так? Или если архитектор начинает чертить прекрасное здание, которое он собирается сотворить, так он что? В начале имеет? Он и имеет это знание. В начале. Это неразвитый результат. То есть это еще бумага, а будет потом здание. Ну как вы думаете, скажем, тот же Исаакиевский собор, он, наверное, сначала был в голове архитектора, а потом уже в жизни появился. Верно? А если бы он в голове не был, как неразвитый результат, то его не было бы и в жизни. Появилось бы непонятно что. Так, запомнили, что такое начало? Начало есть неразвитый результат. Хорошее же определение. А вы нас хотели завести какой-то дебри. Дебри какие-то завести. Это, может быть, дебри-то как раз для вас. Нет, они не дебри, я вам отмех кончил. С отличием, вот товарищ, который записывает, тоже вместе со мной на курсе был. Мы-то это знаем. Нас с точками не испугаешь. Причем вот разные аксиомы. Есть, которые дали разные даже геометрии. Геометрии-то две. В курсе дела? В одной геометрии предполагается, что через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данной, а в другую аксиому, которую предложил Лобачевский, состоит в том, что через эту точку, через точку, не лежащую на прямой, можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данную. И две тысячи лет пытались это опровергнуть или доказать. Ни то, ни другое не получилось, пока Лобачевский не додумался, что это другая аксиома, надо ее взять и подключиться другая геометрия. Получилась геометрия Лобачевского. Нижегородский университет, называется Нижегородский университет, имей Николая Ивановича Лобачевского. Так. Далее. А результат что такое? Развитого начала. Вот. Ну вот, это вот видно, то, что вы, так сказать, правильно сопоставили. Это же парные категории. Развернутое начало. Это не развитый результат, это развернутое начало. Какой же он результат, если он просто что-то у вас получилось, неизвестно почему. Это никакой не результат, правда? Что-то получилось, выскочило откуда-то. А когда вы к этому шли, шли от начала, имея в виду к нему прийти, то, конечно, это развернутое начало. Правильно? Вот и все. Вот таким образом. Так. Ну вот, и что еще начать? Все начинается наукологии. Как начинать-то может начинаться? Наука о понятиях, о категориях. Категории – это особо важные понятия, узловые понятия. Все понятия не перебирают наукологии, а узловые понятия, ключевые, опираясь на которые, можно уже познавать мир более полно. Так вот, начало должно быть простое или сложнее? Что такое сложное, кто-нибудь знает? Молодец. Сложное – это сложенное из простых. Раз оно сложное из простых, то начало должно быть каким? Простым. То есть начало должно быть простым. Ну и какое же это начало простое? Что я знаю в начале? про то, что я собираюсь изучать? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Что я знаю про то, что собираюсь изучать в начале? Что вы знаете в начале про то, что только собираетесь еще? Только начали изучать. Что вы знаете? Начали изучать. Но раз собрались, значит оно есть? А если оно есть, то оно что, ничто или бытие? Что же вы его закрыто назвали нехорошо? То есть вы собрались его изучать, оно есть, а вы назвали его ничто. То есть как-то так, нелогично. Раз вы его собрались изучать, оно есть, да? Значит оно, то, что есть, как называется? Бытие. Бытие. То, что есть, это бытие. Вот поэтому, а какое бытие в самом начале? Вы еще про него еще ничего не знаете, да? То есть в самом начале что вы можете сказать про бытие, которое вы изучаете? Только то, что оно есть. Оно есть и все. Правильно? Вот как называется такое бытие, про которое известно только то, что оно есть и все? Не потому известно, что мы не знаем, а потому что таков ход познания. Если это в начале, так в начале мы еще такое взяли, еще ничего не успели сказать. И по смыслу начала, это началом называется такая категория, про которую еще ничего не сказано, кроме того, что она есть. Это такая категория называется чистое бытие. Чистое бытие. Это вот первая категория диалектики. Первая категория диалектики – чистое бытие. Чистое бытие. Если вас спросят, что вы изучали сегодня на занятиях, сказать, мы изучали чистое бытие. А что вы знаете про чистое бытие? Что вы знаете про чистое бытие? Опять скажете ничего? Не надо себя… Оно значит только то, что оно есть. Ну это как-то только то, что вы преуменьшаете свои знания. Я знаю, что оно есть. Это красиво же? А вы как-то так… Города надо, с гордостью. Вы же знания получили уже. Вот. Я знаю, что оно есть. Знаешь, что оно есть. Хорошо же звучит? Нормально? Правда? Это бытие. Объясняю, как надо сдавать зачет. У вас будет экзамен. Но зачет… Экзамен – это два вопроса. А вот если один вопрос – зачет, то очень легко сдавать. Вот вас спрашивают что-нибудь такое, вот как я спрашиваю, то, что вы не знаете. Что вы знаете об этом? Вот, молодец. Видите, как надо отвечать? Зачет. А вам? Нет. Потому что она ответила, а вы сидели и молчали. Она раз и все, есть зачет. Так, а теперь вас спрашиваю, что вы знаете об этом? Что у меня есть. А еще, что вы знаете об этом? Нет, это какая-то у вас пассивная позиция. У студентов должна быть активная позиция, наступательная. Вы, чем люди молодые, вот. А я уже пожилой. Кто такие пожилые? Они уже пожили, так сказать. И скоро не будет. А вы что так, это такие, какие-то грустные и не нападающие. Вы же нападать должны, правильно? Вы нападающие или вообще какие-то вот только защищающиеся стоят? Я бы на вашем месте вот сидел бы, вот вы бы здесь стояли, и я бы сказал, Михаил Васильевич, была же договоренность. Один вопрос. Один. Я на один ответил? Ответил. Ну, ставьте зачет. Или это допрос, что ли? Вы что, допрос студентов хотите учинять? Это лекция или допрос? Ну, вы пришли куда? На лекцию же пришли? Ну, только что тут допрос? Какие-то могут быть допросы. И вообще хватит измываться над студентами, ставьте зачет, и все в порядке. Как договорили? А договорили? Я же вам поставил. А он не понял, что не надо отпускать эту позицию. Что мы же договорили, что зачет. Если вы скажете, ответите на вопрос. Зачет. На какой вопрос? На любой. Спросите меня про любое. Что у вас? Долго вы мучились и не могли найти ответ? Спросите меня. Что я знаю об этом? Я-то сразу отвечу. Что? Что оно есть. Только я отвечу. Так вы еще стесняетесь? Я что стесняю? Я знаю, что оно есть. Ну, чтобы получить зачет с гордостью. А вы как-то его получили в драке. Солидно, чтобы нечего было и приставать дальше. А Гегель как раз и разъясняет, что вы можете за начало взять что угодно. Я. Допустим, про себя вы все знаете. Фихта взял. Я. А что он знает в начале, и что может другим людям сказать про я в самом начале? Что? Что оно есть. Все. Поэтому все равно, что бы вы ни взяли, вы бутылку возьмите. Да в начале я ничего про нее не знаю, кроме того, что она есть. Если вы будете мне рассказывать про нее, сказать, вот есть, что есть. А пока сначала бытие, а потом уже будете подробности всякие. А? А так же можно не про все сказать. А? А так же можно не про все сказать. А если, например, про что-то такое, что-то не точно есть. Про что-то сомнительное. Про Вова. Вот да. Ну или про какое-нибудь. Темнота. Про Аллахнесское чудовище. Темнота. Все сомнительное. Раз оно есть в нашем разговоре, значит, оно есть. А если его нет? Как же уже разговариваем про него? Как или нет? В нашем разговоре есть оно. Не спрашиваются, где его есть. На земле, на небе, в сознании, в народа, в наших беседах, в шутках. Важно, чтобы оно было. Бог есть, конечно. Раз он в Библии есть, в головах верующих есть. Есть? Есть. В фантазиях есть. И черт есть. Что, не слышали, когда люди говорят черт? Он, значит, в высказываниях есть. Если вы что-то хорошо сделали, это, значит, с Божьей помощью. А если не можете никак, вы никак не могли это справиться. Черт попутал. Это все. И легко, и хорошо. Поэтому альтернатива всему этому учению, которое мы с вами изучаем, диалектическому материализму, историческому материализму, это вот вера. Представляете, есть там кто-то, который вечно думает о вас. У него есть хороший план вашей жизни. Я как-то по Невскому иду, а там эти проповедники ходят, как раз, с книжечками, и раздают бесплатно. Но они потратили деньги, чтобы здесь работать. То есть, читаю так, по дороге иду. Но мне же надо знать тоже. Написано, Бог думает о вас. У него есть хороший план вашей жизни. Ну, это же хорошо, правда, есть кто-то, кто думает, у него есть хороший план вашей жизни. Уже план есть, все уже подумано. А то вы так одинокая, а так вот, значит, уже там есть все вдвое уже. Почему он там думает о вас? Как хорошо, уже тепло так становится. Так только родители думают. А тут уже думает, или там, директор института. А тут есть еще кто-то там, вошадку. Поскольку религия – это фантастическое отражение мира. Фантастическое отражение мира. И это одна из форм его постижения. Мир постигает, а, религиозным образом, б, постигает его в образах, искусство. Все искусство – это постижение в образах. И высшая форма постижения мира – постижение в понятиях, наука. Мы, к сожалению, с вами занимаемся наукой здесь. Если кто-то думал, что тут искусство, полношище. У нас же есть религиоведы, мне приходится вам объяснять, что вы, ребята, не забывайте, что религиоведы – ведать – это знать. Это вы изучаете научным образом, что такое религия. А если вы представители религии, то вам надо не здесь быть, а идти. Вот у нас есть христианский университет, и, пожалуйста, нет вопросов, есть семинария, академия, у нас все есть, духовное. Институт философии. И все, кто здесь присутствует, независимо от подразделений, являются философами. Вы философ или нет? Ну вот. Это вы осознаете. А какой вы – теоретический или прикладной? Философический. Философ-то какой? Теоретический. Не понял, громче. Теоретический. А? Теоретический. Какой теоретический? Вы же конфликтолог. Вы же прилагаете философию для анализа конфликтов. Или я не туда попал. Мне сказали, что я у конфликтологов читаю. Но все равно она вот философами себя чувствует, она вот со мной заодно. А вы не знаете вообще с кем вы, а вот она со мной заодно. Если бы сейчас был зачет, я сразу бы ей поставил. Ну нету зачета. Давайте будем считать, что у нас как бы шуточный зачет. Ну вот вам зачет, вам зачет. Ему не зачет. Потому что гордости у него не хватил. И напористости. Ну раз это шуточно, и суточный не зачет ничего не означает. Это как выговор занесения в память. Не надо его снимать, он по мере забывания исчезает из памяти. И все. Так, значит, что мы получили? Начало вот это. Чистое бытие. А вот теперь будем заниматься изучением чистого бытия. Задача очень простая. Очень простая, потому что начали с простого. Чистое бытие. Самое простое. Ничего проще нет. Ничего нет проще. А раз нет ничего проще, скажите мне, что такое чистое бытие? Что вы про него можете сказать? Подумайте о нем и скажите, какой результат обдумывали у вас есть. Вот вы обдумывали чистого бытия, думали, напрягали голову. И теперь каким научным выводом вы пришли? Это уже к этому вот она пришла. Не надо это вот. Не отнимешь уже пальму первенства. А вы к каким выводам пришли? Она ведь думала, что является началом. И когда ты пришла к выводу, что началом является бытие, и мы выяснили, что чистое. Вам дали уже для исследования. Вот вам исследуйте чистое бытие. А вы хотите вот результаты, сначала выдать результаты исследования. Этот номер не пройдет. Халтура не пройдет. Давайте изучайте. И докладывайте. Кто обдумал категорию? Это легко же обдумывать чистое бытие. Самая простая категория. Если этого вы не отвечаете, то я начну думать, что как же вы насчет более сложных-то будете. Проще, да? Нет категории. Нет на свете проще категории, чисто бы себя это усвоили. Вот я спрашиваю, что вы можете о нем сказать теперь, а вы? Да, вот у нас есть философа. А чистое бытие – это первая категория диалектики, а вторая – это только то, что оно есть? Ну, если о нем известно то, что о нем только то, что оно есть, что-то тут не хватает. Ну, додумайте, мысль правильная. Известно только то, что оно есть. Значит? Может быть, то, что оно стремится к… Пока это… То есть, с одной стороны, вы уже куда-то двинулись, но остались в этом движении на той же точке. Какой-то вывод надо сделать. Ну, что я могу делать? Я не могу вам предложить более простую категорию. Хоть режьте меня. Нету более простого. Скажите, дайте проще. Ну, нету проще. Ну, нету. Товарищи философы прикладные. Нет ничего проще. Вот вы ближе всех подошли. Я вам буду помогать. А им не буду помогать, они не подошли. Раз известно только то, что оно есть, значит, больше о нем ничего неизвестно. Логично? Раз больше ничего неизвестно. Слово «ничего» видите, нет? Слышали? Мы пришли к выводу о ничтое. Если начнется обдумывать чистое бытие, придешь к категории «ничто». Логично? То есть, а что можно еще сказать о самой простой категории, кроме того, что она есть? Ничего. Правильно? Эта мысль приходит, если обдумываешь чистое бытие? Приходит. Вот она к вам пришла, но как-то она не до конца только дошла. Насчет развиваться не надо. Мы потом, когда ее будем обдумывать, узнаем, что с ней будет. Пока, пока, если вы обдумываете чистое бытие, то, раз оно чистое, то о нем нечего сказать. Не то, что мы слабые мозгом. Если вы не можете сказать, вроде вы студентка и ничего не знаете. То-то это вроде я на вас нападаю, вы не выучили, то-сё. А если вы говорите «нечего» сказать, то это у вас позиция не такая, что вы что-то не знаете. И я ничего не могу сказать. Никто не может сказать о чистом бытии, кроме того, что оно есть. Нечего о нем сказать. Я же спросил, вы что-то о нем должны, мысль какую-то выдать. Вот мысль пришла, что о нем больше нечего сказать. И кто бы ни пытался о нем сказать, я, вы, вы, кто угодно, нечего сказать, значит, мы пришли к категории какой? Нечего или ничто. Вот это категория. То есть обдумывание чистого бытия приводит к категории ничто. И избежно. А у вас другие мысли какие-то? Вроде того, чего вы нам тут такое даете? Нет таких мыслей? А это как фиксируется в диалектике? В нашем мышлении чистое бытие перешло в ничто. А какое ничто? Ну, оно что-нибудь о нем вы знаете, еще не знаете ничего, правильно? Значит, какое ничто? Тоже чистое бытие переходит в чистое ничто. Мышление. Если его обдумывать, но если не обдумывать, ничего не переходит. Если мышление обдумываете, то оно перейдет в чистое ничто. У каждого человека, который умеет думать. Это имеется в виду, когда говорят о категориях. Как оно переходит? У него и ноги, конечно, есть, но не бежит на ногах, оно переходит в мышление чистое. Бытие переходит, и перешло в чистое дичто всем я вас и поздравляю если будут спрашивать что вы занимались чем вы занимались с 11 40 до 12 10 вот за это время то есть за 30 полчаса вы от чистого бытия пришли к чистого дичто можете родителям рассказать вот этим вы занимаетесь там себя в этом университете понятно почему у вас желтый дом покрашен такую краску но это не все сейчас будем обдумывать чистое ничто правильно кто поделится своими соображениями а чистыми что вы вначале если обду обдумывать надо все же что получил правильно обдумываем и какими ведь надо поделиться мыслями а чистом ничто это правильно что вам простой дал категории несложный если он дал сложный по них что-то вам можно договорить все что хочешь а вот это просто и тут чего хочешь не наговоришь тут надо сказать то что то что из этого вытекает что вы можете сказать про чистое ничто что вообще можно сказать про чистое ничто а если чистое бытие то что есть да я про чисто ничего спрашиваю чем я подсовываю чистый бытие что не то что есть и правильно а правильно про него я вас учил же что нужно говорить про то что вы не знаете вот молодец зачем а нет он то что есть сказал а вы сказали что она есть она не то что есть то она ничто она не то что есть то что есть называется бытие а это ничто чего вы путаете нас в нас не запутывайте мы и без вас запутаемся вот о нем бы правильно говорить они с чистым ничто можно сказать что она есть и просто и понятно сказано зачет но у нас какой сейчас игрушечный зачет за счет не зачет в ходе движения вперед зачет значит про чистое ничто можно сказать что Оно есть, если вы будете обдумывать Раз мы его обдумываем Раз обдумываем, то что мы обдумываем Раз мы сделали его предметом Своего обдумывания, оно есть И значит оно бытие Какое? Чистое? А? Ну что вы киваете, чистое? Подумайте, это надо у нас было, смотрите, чистое бытие Оно перешло в чистое ничто А теперь уже чистое бытие Который результат Движения чистого ничто Чистое ничто Приводилось в это бытие Тут два шага есть логических А то был самый первый чистый Так что вы нас возвращаете назад, к началу Это из-за того, что вы его открыли И вы хотите на этом открытии и стоять А наука-то пошла вперед Наука пошла вперед А оно нечистое уже Потому что оно является результатом Двух действий логических Чистое бытие перешло в чистое ничто А вот то, во что перешло чистое ничто Называется, которое есть Бытием Просто Ну а и так оно чистое Да, если просто говоришь бытие Оно и так не грязное Правда? Вот это вот Чистое ничто перешло в бытие А бытие во что переходит? Ну мы уже знаем, что если чистое переходит И бытие переходит Во что? Во что бытие переходит? Вот сейчас будем обдумывать бытие Вот у нас уже, смотрите, сколько шагов Чистое бытие взяли, обдумывали Оно перешло в чистое ничто Чистое ничто обдумывали Оно перешло в бытие Бытие обдумываем Во что перешло бытие? В ничто Правильно Правильно вы теоретик философ Я зафиксировал Там два теоретика у нас сидят Они правильно говорят Чистое бытие И чтобы у нас в итоге получилось Надо собрать урожай Вот ученые должны Когда они обдумывают Должны не просто ходить Понимать, куда они пришли А мы вот к чему пришли Что чистое бытие Что чистое бытие перешло в чистое ничто Чистое ничто перешло в бытие А бытие переходит в ничто А ничто-то мы уже знаем, что переходит в бытие Поэтому получилось у нас Бытие переходит в ничто А ничто переходит в бытие Движение, исчезновение Бытие в ничто А ничто в бытии Красиво? А? Итог какой? Что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Значит, нет отдельно какого-то бытия и нет какого-то ничто, а есть лишь движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Вам понравилась такая категория? Движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Ну и что нам теперь нужно делать? Нам нужно название этой категории. Мы уже содержание знаем, правильно? А название не знаем. Как бы вы назвали движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, обратите внимание, это негасимый огонь, неостановимый. В бытие переходит в ничто, а ничто в бытие, и не по очереди, а все время в бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, это вневременной переход, это логический переход. Вы не можете задержаться на... Если вы думаете о чистом бытии, то вы приходите к мысли о бытии, приходите к мысли о ничто. А если вы думаете о ничто, вы сразу приходите к мысли, что оно есть, раз вы о нем думаете, значит, переход в бытие. Вот этот переход бытия в ничто, а ничто бытия, движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто бытия, вы знаете, как называются? Как такие вопросы решаются? Названия не выведешь. Названия не выведешь. Названия берутся исторически. Или из истории философии. Или, если в истории философии таких названий нет, то тот, кто строил систему диалектическую, Гегель, Георг Виргель Фридрих, он, если каких-то там звеньев не было названия, он сам давал название. Потому что когда строишь систему, не все имеешь, не все части этого здания имеют название, правильно? И он давал название. Сказать, как называется? Поэтому вы открываете книгу науку логики Гегеля большую и смотрите, как называется движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто бытия. Но я вам могу сказать. Как оно называется у Гегеля? Называется, как вы думаете? Есть какие-то догадки? Вы на какую лекцию пришли? Как называется лекция у нас? А? Нет, лекция. Вот я с ними пришел и заявил. Становление. Становление. Вот это название, это и становление есть. А что бы я назвал такую лекцию? Вот мы и дошли до становления в результате этой лекции. Правильно? Становление. А вы как понимали становление? Вот, скажите, пожалуйста, вы конфликтолог или нет? Да или нет? Нет. Ну, что за люди? Все время себя хуже представляют, чем есть. Вот я хотел вас приподнять, а вы себе все куда-то... Научите вас, как правильно представляться. Здравствуйте, я конфликтолог в становлении. Здесь красиво. Вы же конфликтолог в становлении. Вы же сами... Я почему к вам обратился, что вы начали уже движение к результату? Вот если бы я не пойду, не буду я, не буду учиться. Не буду становиться конфликтологом. Вы же так не поставили вопрос. Вы поставили, что вы... Вы очень красиво поставили вопрос, что вы уже двигаетесь к результату. Я к вам обращаюсь, вы кто? А вы говорите, я не конфликтолог. Выходите отсюда тогда. Я тут у нас группа конфликтологов. Кто не конфликтолог, пожалуйста, на выход. Еще есть неконфликтологи? Нет, вы уже передумали выходить Вы тоже неконфликтолог? Вы что делаете-то? Как вы себя... Вы должны себя поставить солидно А то вы придете и скажете Мы изучали вот ничто и бытие Дома, скажете, ну и ну Мы вот изучали становление Как движение исчезновения бытия И вы скажете, о, это сложно Сложно уже, правильно? Ух, круто там у вас Вы тоже в становлении находитесь? А есть что-нибудь, что не находится В становлении? Что-то есть на небе, на земле, в мире Что-нибудь, что не находилось бы в становлении Вот этот стол находится в становлении? Он что, будет стоять вечно тут? Нет А дом? А дом, в котором мы находимся Видели его, ремонтировали Ремонтировали этот переход От чего к чему? Ремонт. От бытия к ничтому или от ничтого к бытию? Смотря, как ремонтировать, скажете, да? Это взять эти груши такие большие, раз, по стенке, это будет переход бытия в ничтого. А если у нас его, так сказать, доделали, покрасили, то это был переход ничтого. А вот если были на улице надписи, факультет, исторический факультет, философский факультет, их теперь нет. И с этими надписями что случилось в ходе ремонта? Они перерасились в ничто. Их там, я вот видел у директора, Института истории, эта вывеска где-то стоит там, прямо вот к нему зайдешь, в приемной, а у нас их следов ее нету. Это же переход бытия в ничто. И вот, представляете, вот такое желтое здание, желтое здание, это может быть какой дом? Сумасшедший дом, может быть. Но там очень строгие пропуска. Раньше просто так можно было проходить. Я вот, допустим, если я забуду пропуск, уже все, не пойду к вам на лекцию. Не пустят меня? Даже если я буду доказать, я там профессор, не знаю, все здесь ходят сумасшедшие, представляются профессорами. Нам сказано никого не пускать. Вот есть электронный, нет у вас электронного пропуска, идите отсюда вон. И все. И тут я перешел из бытия в ничто. И пошел я, чтобы перейти из ничто в бытие, там, в ректорат, говорит, шлепся в семье. Нет, говорит, теперь у вас тут в отделе кадров это делают. А в отдел кадров я уже не могу попасть. И вот я жду коллегу, который приложит меня туда. И тогда я из ничто с помощью него превращаюсь в бытие. И так все время. И так все время. А бытие? А вот мы с вами случайно не умираем ли? Или есть такие, кто тут бессмертен? Здесь поднимите руку. Вы, да? Ну вот, приятно иметь дело. Я сразу вас заметил. О, я вот с ней буду дружить. А с вами не буду дружить. Что с вами дружить? Вас скоро не будет. Она будет жить вечно. А я у нее в памяти буду тоже вечно. Это как вечная жизнь. Представляете? А с вами, ну все, я познакомился. Вас не будет. И я ей пропаду из памяти, а у нее я буду жить вечно. Нет, это мне вот нравится. Точно она теоретик. А когда начинается это самое движение бытия в ничто? Вот когда ребенок родился, начинается или не начинается? То есть, если вы хотите избежать смерти, что нужно сделать? Вот, это логично. Правильно? Самый верный способ избежать смерти, это не родиться. Тогда точно не помрете. Нам и так вот иногда напоминает. Вот когда говорят, есть люди пожилые. Когда мне говорят, так вы пожилой, это все значит. А я уже пожил. То есть, дайте вам пожить-то вы тысячи. Еще не пожили. Так вам вообще не дают. Дают 1480 рублей. А мне платят. Прибавили 53 тысячи в месяц. То есть, точно вас считают, что вы пожилые уже. Вам не надо деньги давать. Должны уже прийти в ничто. А я, вроде как, должен быть бытием. Ну, я и неправильно трактую, что ли, что вот наблюдаю. А что еще хотят сказать тем, что дают такую стипендию? Нет, ну, только вот живучие студенты. Я не знаю, как вот они умудряются этому. Я спрашивал, сколько можно прожить на 1480. Вроде больше недели нельзя. Неделя прошла, опять приходят на лекс. Я все ожидаю, что все в ничто превратятся. Они все приходят и приходят. А, наверное, не только вы бессмертны. Другие тоже. Студент бессмертен. Вывод какой я сделал. Какую стипендию ему не давать. Поэтому они не дают. Зачем им давать стипендию большую? Они все равно проживут при любой стипендии. Без нее тоже. А? Без нее тоже. Да. То есть, бытие превращается в ничто. А ничто превращается в бытие. А как назвать вот эти два превращения? В одном превращении, в этом. Есть два противоболота. В этом движении. Чувствуете, движение есть? Бытие в ничто, ничто в бытие. И в одном движении. Вот это вот движение, это то, что мы обещали сегодня. Сказать про становление, как форму движения материи. Вот одна из самых простых форм движения материи. Становление. Что не находится в становлении? Все находится в становлении. Правильно? Все находится в становлении. Все находится в движении, в котором есть и то, и другое. И переход ничто в бытие, и переход бытия в ничто. Так. Значит, вот. Получили мы такой вывод. А вот и бесплатное приложение у нас тут есть. Потому что есть два противоположных движения в одном движении. Как их назвать? Вот два противоположных движения в одном движении. Вы когда-нибудь такую картину видели? Думаю, что нет. Это вот мы впервые с вами познакомились. Когда в одном движении есть два противоположных движения. Вот вы развиваетесь, одновременно умираете. А я умираю и одновременно развиваюсь. Видите разницу? А вы развиваетесь и одновременно умираете. Поскольку вы молодой. А я умираю и одновременно развиваюсь. Поскольку я еще не умер. Можно и так трактовать. Но во всяком случае, и вы в становлении, и я в становлении, и все в становлении И потолок, и пол, и то, на чем мы сидим, и то, чем пишем, это тоже в становлении Или вечная у вас ручка Помните, назывались вечными ручками те, которые долго пишут? Ну, потом они исчезли, что доказывает, что ничего не вечно под Луной Ничто не вечно под Луной Так вот, два противоположные движения в одном движении называются моментами Моменты Вот теперь посмотрите на меня все внимательно, и глаза не закрывайте Это что значит не закрывать глаза? Это значит не моргать А что будет, если не моргать? Это потом будет, а сначала что будет? Вот в чем смысл-то-то? Вот зачем? Мы договорились не моргать, а вы взяли, я уже заметил, вы моргнули Ну, договоренность нарушили Другие вот тут изо всех сил стараются не моргать, а вы раз, вот и все Предали, можно сказать, философию на время Значит, если не моргать, что будет? Глаза начинают высыхать, правильно Ну, потому что этот переход бытия, вот эта влага, которая есть на глазах, на глазном яблоке, она начинает высыхать Переходит во что? В ничто А вы раз моргнули, это будет переход в ничто, в бытие Каждый раз вот, раз, в бытие, переход в ничто, в бытие, а потом опять в бытие, в ничто, и так все время А если вы не будете моргать, вот такие, упорные кто-нибудь, есть такой, который хочет на себе провести эксперимент? Какой результат эксперимента будет? Ну, давайте, например, прогноз какой-то, есть, прогноз, научный А? Он моргнет Нет, нет, вы по себе думаете, и не умрет, и ничего не будет Нет, неправильный прогноз, что будет, если человек не будет моргать? Вот сказал, не буду моргать, не буду А? Вода высохнет Да у вас высохнут Отключится и не высохнут У меня не высохнут, и у других не высохнут Не знаю, почему у вас глаза, это еще про такие говорят, чтобы лопнули ваши глаза, такие вещи говорите Слезы появятся у вас, не волнуйтесь, ваш организм подумает Скажет, что тут брендил, хозяин, и надо тут принять особые меры Или слезы у вас польются, не волнуйтесь, все будет хорошо Поэтому этот эксперимент не страшный Есть другой эксперимент, который кажется страшным А вот вы сейчас дышите, вы зачем вдохнули? Вы сидели бы так тихо, а вы взяли и вдохнули Это что, это переход? Ничто? У вас же там углекислый газ, он же отравляет ваш организм или нет? Это мы там о дальнейшей смерти говорили, там какое-то будущее А тут же ведь вообще отрава, то есть отравляет, отравляет, отравляет У вас он в клетках все больше и больше его Так что надо сделать? Вдохнуть надо Вы вдохнули И тогда, что мы видим? Венозная кровь пришла у вас к легким И обогатилась кислородом И превратилась в какую кровь? Из ничтого бытия И превратилась в артериальную И пошла кислород разносить и так далее А вот кто берется, вот, не дышать, взять? Самоубийцы А? И все, есть, к сожалению, хоть кому Сколько у нас вот самоубийцы, что только не делают И сжигают себя И прыгают селфи, когда делают с 12 этажа Так? И отравляется какую-то такую простую вещь Взяли бы так и покончили Ничего, нет таких случаев Слышали хоть один случай за всю историю человечества? Чтобы кто-нибудь вот просто сел Сказал, не буду дышать, раз вы такие плохие И так плохо знаете диалектику Я дышать не буду Поскольку я преподаватель Значит, видимо, я плохо преподаю А раз я плохо преподаю, все Я прекращаю все И больше не дышу Вы уходите, а я тут бездыханной умираю, падаю А вы вызываете уже Это уже санитар Уже не надо этих Врачей не надо вызывать Уже санитаров А что будет-то, если не дышать? Не пробовали? Попробуйте Сколько вы выдержите? Потяните Что будет? Чем кончится? Всегда Вдохнете вы, не волнуйтесь Там тот же, ваш же организм скажет Что-то у нее Наверное, она философией занимается Чувствует Чувствует Вот организм чувствует Вы занимаетесь философией То, говорит, не моргает То не дышит Ну, в общем, надеяться на мозг нельзя И животные Организм вспоминает, что он животный И Рефлекторным образом Хотите вы, не хотите Вдохнете И будьте здоровы И все хорошо Ничего страшного Я вам не рассказал Вот Поэтому Потому что все находится в становлении Мы можем об этом не говорить О том, что сейчас мы разобрали Да? Потому что мы как бы делаем вид, что этого нету Этого все время Постоянного движения А все находится Не только в процессе механического движения Которое мы как бы понимаем В чем состоит Мы еще об этом поговорим отдельно А все находится в становлении И вот моменты становления Это не куски какие-то Нельзя у вас вот кусок возникновения взять Вот это вот Переход ничто в бытие называется возникновение А переход бытия в ничто называется прехождение Можете записать Это я не выдумал Это я тоже управу Гегель Это считается не воровство Это я значит опираюсь на Научное богатство прошлого Переход бытия в ничто это прехождение Переход Переходя Все приходящее Все согласны со мной, что все приходящее Допустим, вот вам начнут повышать стипендию Что можно сказать? Да это все приходящее Начнут и перестанут повышать А если не повышают, то начнут, наверное, повышать И это приходящее, то что не повышать Все равно как-то когда-то повышают То есть все находится в прихождении И все находится в процессе возникновения То есть ничто переходит в бытие Это два момента становления возникновения и прихождения Это надо запомнить И надо запомнить, что они не куски Что нельзя какой-то взять Вот это у вас вырезать Только вот прихождение А вот это вот возникновение Так не получается Все потому что находится Вот каждая клетка Она же наполняется кислородом И в то же время там собирается углекислый газ И каждая клетка вашего организма Получает питательные вещества через кровь Вы позавтракали, клетки позавтракали Но не сразу Пока до них дойдет Это же целая транспортировка нужна Через кровь, правильно? Попробуй И кислород надо довести до этих клеток До каждой клеточки там у вашего мизинца И так далее Поэтому, например, такое представление Что вот рука вот может быть просто так вот выделена Где рука? У вас где рука кончается? Кстати Нет, это с этой стороны не понятно А вот с этой дальше Где у вас кончается рука? А здесь с этой вот Где конец руки вашей? Здесь, да? А что, у вас мертвая рука? А что, в сердце у нас не идут, что ли, эти сосуды? Или там прямо такие стеночки стоят Сейчас тут переходы такие Знаете, как это? В аэропорту Все, закончилась рука Сейчас вот пойдет уже не рука, а плечо Да? Хотя плечом вообще называется вот это Между прочим, в анатомии Это плечо Это плечевая кость А это не плечо А это плечо называется офицер И солдат Тут звезды сюда А вообще-то это вот плечо Ну не в этом дело О плече мы не будем говорить Ну рука-то у вас живая Значит Она от сердца-то не отделена или отделена? Ну отделите ее от сердца И не будет у вас руки Вот хочу ее отделить Ну отделяйте Так бывает иногда Аварии бывают Спрашивают, чья рука? Нет, это не моя Моя там лежит Что, не бывает такого, что ли? Хорошо, если это только так кончается Так легко Пришить можно руку Но голову еще труднее, конечно А вот руку можно еще пришить Пришивает и после этого работает Есть такие случаи Так, а вы вот когда Ну-ка, пошевелите пальчиками так Где команда, откуда пошла? Вот Так вот Рука-то сюда Вот вам предел Нет? Ну раз вот сюда команда пошла Значит вот отсюда же ваша рука идет Нет? Тогда не шевелите Если вы хотите мертвую руку То есть она у вас как бы питается И висит вот так плетью Потому что вы не двигаете ее Ведь не связано с мозгом Поэтому вот наше представление Такие не философски Очищенные О том, что здесь сказать Вот рука, вот нога Это вот Энгельс говорил по этому поводу Очень просто Части лишат рупа Вот там, да По натомическому тебя Это рука, это нога Или там разруб мяса Знаете там Толстый край, тонкий край И лей И так все Все разрублено Как и продавать можно Вот Эти вот Называются такие категории Возникновения Прикрепления Не части А моменты Моменты Мыслить надо Человек не собрание частей А у него разные моменты У вас в душе не борются Противоположные моменты Значит Разозлиться на меня Или одобрить То, что я вам сказал Про руку Не борются Про руку Что он меня такое Взял меня как объект И начал меня тут Но я ничего От нас не отделял Это вы от себя Все отделяли Эту руку Все пытались Превратить ее в мертвую Или неподвижную А я все старался Вам ее вернуть Живую И действующую Поэтому я оправдываюсь Перед вами Что я ничего плохого Вам не сделал По крайней мере Я старался Убрать эти неверные Представления О том Что у вас мертвая рука И еще и неподвижная А иначе Если ее так понимать Не так Что она начинается Отсюда И от вашего сердца А почему руку предлагают Девушки Приходят к ним Не предлагают И у них просят руки Берут Просит руки А потом забирают Всю девушку Зачем Говорят Все так Так попросили Скромно Руки И все А почему А потому что Она же связана Со всем Это люди же знают Философию Знают Что все это В единстве находится И вот Значит Наше становление С вами Это единство Возникновения И прихождение К чему Относится Это становление Категории К чему Ответьте на этот вопрос Пожалуйста Так Я вас спрашиваю Философ У нас один есть Теоретик К чему Относится Эта категория Диалектическая Конечно Относится Диалектическая К каким Предметам Она относится Каким Не наверное Ко всем А ко всем То что наверное Содержит в себе Какое-то отрицание А просто ко всем Это всеобщая категория Всеобщая Я Что такое всеобщее Относится к чему Ко всему Ко всему Все есть становление Ну и это Такой взгляд На все Как на становление Очень важный Правильно Если вы будете Так смотреть На жизнь То вы многое В жизни Увидите В другом свете Все Есть В становлении Есть Какие-нибудь Примеры Что не является В становлении Нет И не может быть Все Находится В становлении Ну вы Запомнили Кто вы Кто Ну красиво Звучит Да подаете Руковод Конфликтолог В становлении Иванова Или Петрова Хорошо же Я не конфликтолог Ну идите отсюда Что тут еще Какой разговор Приходит человек На конфликтологический Конгресс Я конфликтолог Я не конфликтолог А что тут делаете А я конфликтолог В становлении Ну значит Вперед Ну польза какая-то Должна быть Хоть От этих категорий Уже Польза налицо Правильно Совсем по-другому Вы себя Предчувствуете Пришли не конфликтологами Ушли конфликтологами Ну в становлении Хорошо Какие есть ко мне вопросы Освоили мы Одну форму Движения материи Да Ну ты прекрасна Следующий раз Следующий будем изучать Форму движения материи И это поскольку Она относится Ко всему И к обществу То и общество Находится в процессе Становления Правильно Что-то в нем В нем можно видеть И переход в ничто И переход В ничто В бытие Правильно В любой момент И всегда И везде И не бывает такого Чтобы не было Так или иначе И всего-то мы Взяли Чистое бытие И чистое ничто Их обдумали Говорят Вы будете Проектор брать Я говорю Не буду А еще какая-нибудь Техника вам нужна У меня есть с собой Техника А умещие-то я куда Должен деть Умещие у вас есть же Ну так давайте им пользоваться Вы чем пользовались В ходе нашего исследования Головой Это плохо что ли Что мы головой Мы же не в футбол играли головой Мы обдумывали То есть ее Использовали голову По прямому назначению Это конфликтология Это не противоречит же Или конфликтологи Не должны думать головой У нас же конфликты Нам не до этого Когда думать Трясти надо Да Нет Не так Ну что Я правильно понимаю Что у нас уже Конец Чего не звонят Звонок В этом Прихождении А? Через 30 минут Чего-чего? Еще 30 минут Отклаживайся Ааа Так а я думал Что без 20 Уже Ааа Так у нас еще Есть время Ну вот тогда Будем сейчас Разбирать Значит становление Какие Какие примеры Исторические Ну так бы и сказали Что ваш мозг Товарищ Квапов Находится в процессе Становления Прихождение Еще у нас 30 минут И уели бы меня Это нормально? Мы можем же так Друг друга Так немножко Подкалывать Так слегка Чтобы мозг Был в таком Постоянном напряжении Так Вот Вы все Наверное Знаете Мы потом Об этом Будем специально Говорить А сейчас Вы просто Знаете Что есть Общественно Экономические Формации Вот Жило человечество При Первобытно Общинном Коммунизме Сколько оно Примерно Жило лет В Первобытно Общинном При первобытно Общинном Коммунизме То есть Первобытно Общинной Коммунистической Формации Сколько Примерно Несколько тысяч лет Около 90 тысяч лет То есть Это наша жизнь После этого Она очень Тут быстро Очень Калейдоскопически Быстро Развиваются события. 90 тысяч лет жили. Кстати, был матриархат, а не патриархат, правильно? Вот женщины решали, что делать и как распределять то, что принесли. Собрали, то, что добыли, чтобы на всех хватило, на детей, на женщин, на мужчин. Пьянства поэтому не было, пока женщины были во голове. А вот если вы возьмете, допустим, период социализма в СССР, хороший же период? Хороший. А сколько женщин было в материальном производстве? 50. Половина женщин, половина мужчин заняты непосредственно материальным производством. А вот в партии, как вы думаете, сколько было процентов? Вот если руководить обществом, если руководство, если, значит, вот асфальт делась и грузы таскать, то тут 50 на 50. Мужчины и женщины. А если руководить, тут уже другая картина, правда же? А как вы думаете, цифра какая? 11. 11 процентов женщин было в КПСС. Ну и отдельно были руководители, там вот, Фурсова была министром культуры, известная очень. И сейчас у нас есть, вот, и Ольга Голодеев, и другой для счетной палаты у нас есть женщина, да? То есть несколько человек есть в руководстве, несколько человек, раз, два, три. А остальные? Это о чем говорит? Что, женщины глупее или есть социальное неравенство в обществе. Социальное неравенство есть в обществе. Социальное неравенство, кажется, что это неравенство по признаку половому, а на самом деле это, на самом деле, связано с тем, что позакрывались детские сады и ясли. Чтобы сейчас устроить ребенка в ясли, это надо... Вот у меня сын юрист, кончил юрфак. Он за два года до того, как поступать, отправлять свою дочь в ясли, начал переписку с отделом народного образования Выборгского района, чтобы поставить в очередь. А чтобы эта очередь двигалась, и чтобы, соответственно, с очередью дали место, он продолжал эту переписку долго и победил. И теперь она ходит в детский сад. А следовательно, скажем, следовательно, сами расставки, значит, женщины привязаны к дому и не могут дальше развиваться какое-то время. А если у них трое детей, это значит, ну, 9 лет, считайте, да? Если 3 года. Но эти детские сады ведь туда тоже не так просто отправишь. Тем более, наверное, все уже знают, если Вы куда-то отправляете, то поскольку Вы отправляете там, где детей много, а они не двое-трое у Вас в семье, они первое время болеют. Обязательно. И поэтому, кроме этого, приходится брать бюллетень постоянно, чтобы сидеть с формальным бюллетенем. И даже отпуск по уходу за ребенком могут взять и отцы, иногда берут. Но это, в общем, все-таки редкость в основном. А в основном, это на плечи женщин. В свое время была такая программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий, в советские еще времена. И вот, поскольку я хотел ее почитать, я был тогда кандидатом экономических наук, работал на экономическом факультете, то я пошел в библиотеку, а там, говорят, спецхран. Это чтобы никто не узнал, какая у нас будет это развитие. Зачем? У нас планомерное, вроде, развития. Эту программу засунули в спецхран. Ну, я получил документы и в спецхране, там вот, в этом коридоре, там есть комната, в нашем большом университетском, рядом с библиотекой, и там мне давали возможность там читать и выписывать в тетрадку, которую я не должен оттуда выносить. Ну, я и прочитал, и узнал, что, скажем, у женщин в два раза меньше свободного времени в день, чем у мужчин. Тогда было, сейчас не знаю. Сейчас, я думаю, гораздо больше эта цифра. Так, ну, хорошо, вот, скажем, вот там 90 тысяч лет был матриархат, и был первобытный коммунизм, потом, потом наступило время, говорят, разложение первобытного коммунизма и чего? Рабовладение. Это что было? Как это назвать это время? Перехода от первобытного коммунизма к рабовладению. Как его назвать? Как это назвать этот период? Становление. Становление рабовладельческого строя. Становление. А что значит становление? Там же есть и возникновение, и приходение. Так сразу, что ли, пропадал этот первый? Нет, он, значит, с одной стороны, он, так сказать, разлагался, за другой стороны, восстанавливался. А что сразу так и поукрепился рабовладельческий строй? Сегодня вы набрались рабов, завтра ваши рабы разбежались или вас всех поубивали. Поэтому для того, чтобы рабовладельческий строй сохранялся, нужно было много чего предпринять, в том числе создать государство могучее. Что такое государство? Мы сейчас все забегаем вперед, но сейчас у нас примеры, а не не логическое выведение. Что нужно делать с рабами, если они разбегаются? Чтобы не разбегаются. А? Ловить. Ну так поймали, а они вас и убьют. Да мало еще, только поймать. А что нужно еще делать? Убивать, правильно говоря. Ну если мы рабовладельцы, что нужно делать? За время это какое? Как было в период переработанного коммунизма? Если мы с вами воюем, и вы меня победили, что нужно со мной делать? Убить. Почему? А потому что еще производительные силы не ради, даже она хотела бы оставить, чтобы я ее кормил, а она бы тут изучала конфликтологию. А конфликты были бы между рабами и руковладельцами. Но, я же производить могу только то, сколько я один съем. Надо, чтобы возникло рабство, надо, это условие возникновения рабства, надо, чтобы производительные силы уже давали возможность производить, по крайней мере, на двоих. Вот когда я уже в состоянии производить, я могу ей объяснить, сказать, ну хорошо, вы меня убьете. Ну какой смысл? Сейчас меня не будет. Давайте я вот буду работать, а вы будете жить припеваючи, заниматься своей конфликтологией. А я буду вам это, хлеб, масло, яйки, все, давай. Ну, в общем, можете меня убить, это дело ваше. И что бы вы тогда решили? Вы тогда подумали бы. Потому что вы не потому меня убиваете, что ненавидите, а потому что из нас двоих кто-то должен один выжить. Потому что если я враг, так кто должен выжить? Вы меня победили, так вы должны выжить. А если я бы вас победил, то уж как вы, извините, пожалуйста. Хоть вы и студентка, и уважаемая, и так далее, но вы должны понимать, что если уж я победил, то все. Поэтому, говорят, вы какие жестокие были, убивали этих самых. Плен не брали, а как вы, может быть, плен, когда... Пленных кто будет кормить? Вы будете кормить пленных? Поэтому никакого плена быть не могло, пока производительные силы не развились. Вот этот период становления рабовладения. Наконец появилось рабовладение. И оно не было в нем, когда уже рабовладение появилось, а в нем не было момента такого, что оно приходящее, это становление, это рабовладение. Был же, да? Во всем же есть прихождение. Прихождение. И что? Так и было, и было, и было, и было рабовладение. Оно не, в конце концов, не пришло ли? Оно не просто так пришло, а появился, а было. А возникло что? А было возникновение, прихождение рабовладения и возникновение чего? Феодализма. Вот если мы в феодализме живем, и я у вас крепостной христианин, то меня, пожалуйста, убивать нельзя. В законах написано. Феодального строя, поэтому, пожалуйста. А бить можно, притемей, пожалуйста. Не только мужчин, но и женщин. Мы читаем, что мы читаем у Некрасова? Вчерашний день, в часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Видимо, плохо работало. Но сам барин же не будет бить крестьянку. Поэтому, или как сейчас называют, услуга. На сеной, пожалуйста, отводите там. Перчатки не надо снимать. Там обработают, и вам ее обратно выдают. Вы сели на бричку, а я на телегу, и пусть едут обратно. И на работу. Так хорошо будете работать на барщине теперь, или плохо? Если плохо, мы снова поедем, начиную. А то тут привыкли студентов, никто не трогает. Какие тройки? Попробуйте там получить тройки. Все, сечь будем. Но сейчас не разрешают, сейчас уже не феодализм. А то некоторые, видите, преподаватели, думают, ну почему он ничего не понимает? У нас даже анекдот такой есть. Насчет преподавательский. Какие студенты попались непонятливы? Вот я сегодня вас спрашивал, спрашивал, я уже начал уже в бешенство приходить. Не отвечаю. На вас особенно накидывался. На вас тоже уже начал кидаться следить. На вас нет. Что-то говорит, я раз им объяснил, не понимает. Два, не понимает. Три, не понимает. Четыре, не понимает. На пятый раз я уже понял. Они все еще не понимают. О, какие студенты попались. Но если без всяких шуток, то если студенты не понимают, кто виноват студенты или преподаватели? Ну студенты, они есть студенты. Они как бы люди, которые еще не знают. Каких не могут быть? Они в становлении же, правильно? Каких вам могут быть претензии? Если я бы сказал, вот вы того не знаете. А вот скажете, так я же, у вас же оружие есть, мощное уже. Так я же конфликтолог в становлении. Что вы хотите? Это вы уже закончили свое становление? Вы уж, наверное, не в становлении все-таки преподаватели. Правда? А с вас взятки гладкие. Кто, значит, виноват, если вы не понимаете? Кто? Почему вы не понимаете? Ответ. А потому что вы плохо преподаете. И так прямо надо в глаза говорить, что честно, откровенно и смело. Ну, конечно, впереди. Но единственная тут беда, что вот у меня, значит, этих убивать не могу. Убить тоже не могу. Но экзамен буду я принимать. Вот это вот. Это тут неравенство, конечно. Я, когда вот последний экзамен сдавал, думал, как хорошо, последний экзамен. А то приходишь на экзамен, вроде как ты глупый, а сидят экзаменаторы, они все такие умные. Вот не хочется себя чувствовать глупым, правда, на экзамене, что, дескать, вот вы не знаете, а я тут все знаю. Ну, вы не расстраивайтесь, я быстрее умру, чем вы. Поэтому. Ну, вы тоже не радуйтесь, потому что неизвестно, доживете ли до того возраста, который сейчас у меня есть. То есть тут всегда с философией можно всегда так поставить вопрос, что противник может быть повержен в логике. Так, а за феодализмом что? Ну, там, кстати, тоже ловили тех, кто убегал, возвращали. А тех, кто восстание подымал там, что с ними делали? Префедоризм. Казнили страшным образом. Четвертовали, колесовали, ужас. А потом пришла заря свободы от чего? От всего. Все люди стали свободны от средств производства, кроме тех, кто не свободен от средств производства. Те, кто не свободны от средств производства, называются капиталистами. У них есть земля, у них есть другие средства производства, фабрика, им тяжело, а вам ничего не надо делать. Вы можете гулять свободно, погуляйте, погуляйте, а у меня средства производства, у меня фабрика. Потом приходите ко мне по знакомству. Михаил Васильевич, а есть у вас какая-нибудь работа? Да есть, но знаете, у нас деньгами так плохо, зарплата очень низкая. Вы погуляйте еще, и вы пошли гулять. А я договорился с коллегами, чтобы они зарплату-то не ставили больше, чем у меня, чтобы у нас куда бы они ни ходили, чтобы везде была одна и та же. Так и есть сейчас, да? А то вы начнете бегать туда-сюда. Не надо бегать. Вот зарплата, ее уровень держат, держатели средств производства. Вы погуляли еще два дня. Приходите, да ладно, Михаил Васильевич, ну какая есть зарплата, буду у вас работать. Будете работать. За два часа вашей работы вы создадите продукт, который достаточен для того, чтобы быть эквивалентным вашей зарплате. Остальные, остальные продукты, это прибавочные, то есть мой. Мой. Вы к нему не имеете никакого отношения. Я у вас купил рабочую силу. Не продукты я у вас покупал. Продукты все мои. А я у вас купил рабочую силу. Рабочая сила – товар. Капитализм – это товарное хозяйство. Никакой личной зависимости нет. Хотите продать мне рабочую силу? Продавайте. Не хотите? Умирайте с голоду. Чего вы убираете? Продавайте рабочую силу. Продавать рабочую силу не все же у вас. Продайте только способность к труду. Но если я у вас купил способность к труду, вот я буду командовать в течение рабочего времени. Что делать? Это не вы решаете, а я решаю. Правильно? Вот когда прозвенел звонок – все. Вы ушли домой, и там вы свободны. Особенно, когда было 14-16 часов, в России был в 19 веке рабочий день. Фактически. А законодательно установленного вообще не было. Но после Морозовской стачки с 1897 года резко был сокращен рабочий день и доведен до 11,5 часов. Такое достижение. Потом события так развивались, что вот после Февральской революции рабочие сами явочным порядком стали устанавливать 8-часовой рабочий день. А законодательно его временное правительство не закрепило. То есть должны были работать 11,5. И одним из первых декретов революции, столетия которой мы отмечаем, был декрет о 8-часовом рабочем дне. Вот уже сто лет прошло, а поскольку мы вернулись снова в эпоху капитализма с вами, поскольку, ну если вы рассматриваете социализм, он же может сохраниться, а может и перейти обратно в капитализм, да? Если мы понимаем, что такое становление, все же находится в становлении. Это Никита Сергеевич, который не знал диалектики и знать не хотел Хрущев, говорил, что социализм победил полностью и окончательно. Вот вы родились и окончательно никогда не умрете. Ну раз не умрете, так можно и не кормить. Зачем кормить вы, что вы все равно не умрете? Вы вас не стали кормить, а взяли и умерли. Ну это вообще с вашей стороны просто некрасиво. Так мы не договаривались. Мы же договорились, что и окончательно вы уже родились. Так вот про социализм. Ну такого вот никто, ни Ленин этого не писал, ни Маркс, ни Энгель, что при социализме будет победить окончательно. Как может быть окончательно, когда все находится в процессе прихождения? И все может прийти. Это все зависит от борьбы противоположных тенденций, правда? Почему человек иногда, в нем одна тенденция, он выздоравливает, а другая, значит, то, что он заболевает. А что значит заболевать? Может, если эта тенденция победит заболевание, так сказать, и кончится это дело плохо. Так же и с общественным строем. А если у нас сейчас капитализм, это что, разве не означает, что он тоже может прийти? А как он может прийти? Только превратившись в коммунизм. Другого способа этого. Феодолизм-то он не может превратиться уже, правда? Может превратиться в... Вот, скажем, так я поставлю вопрос. Вот вы в дворянке будете записываться? Записываю в дворяне. Вот вы, вас трое как раз. Вас немного, а вас много. Вы не лезьте сюда, это наше дело. Так, записываю дворянка такая-то. Графиней не хотите стать? Вы графиней. Так, баронессой будете. А вы принцессой. Так, кто писал? Так, а вас будем записывать в крепостные. Будете записываться добровольно? Нет. Смотрите, какие. Все сломали, это все. Красивую картину. Вот так все, вот уже платье купили. Не стыдно вам? Нет. А что вам не стыдно? Сорвали все, все наше дело. А сколько людей сейчас думает, что вот можно вот... Разве нет у нас монархических парсий, которые ходят, ряженые такие оденутся. И все хорошо. Вот тех, которые хотят быть дворянами, наберем. А вот крестьянами что-то никак не удается записать. На этом все сорвалось. Потому что при капитализме самая слабая связь общественная. Ему некуда дальше разрушаться. Потому что вот мы с вами... И все, что нас еще соединяет? Ничего. Вы ушли с работы, и вы знать меня не знаете. Чего я делаю? Что я думаю? Можете после этого про меня говорить о чем? Вот на работе вы, пожалуйста, делайте то, что дают задание. А после работы все. А вы обеденный перерыв? Осторожно. Почему осторожно? Вы обеденный перерыв. Какое время? Свободное или рабочее? Ну как бы свободное. Не как бы свободное, а свободное. Свободное время. Ну как бы она свободу не хочет использовать свое. Свободное время, что вы хотите. Да вот сейчас опять этот дурак меня заставлял. Это делать, то делать. А дурак этого слушает, то уволит тебя после дезинам перерыва. А вы со товарищами разговариваете? Вот с этими. Тут вот эти баронессы идут и прочие. А вы с этими разговариваете, они вас не выдадут. Вот с этими. А он подслушает? Ну если специально, если раз подслушает, вы и скажите. Пусть послушает, что про него говорят. Пусть записывает. Он от этого может подслушать и умрет. До чего вы ему наговорили? Он говорит, ты задасковал, задасковал. То есть никто меня не любит. Так. А вот переходный период от капитализма к коммунизмам в России когда был? Был такой переходный период? Или сразу был коммунизм? Вот был капитализм, капитализм, и коммунизм. После революции что, коммунизм был? Нет. А что было? А вот и начался этот период становления коммунизма. И сколько он был? До какого года? Коммунизм от слова коммунизм, общее. То есть как только общественная собственность стала основой всего производства. А когда это продолжало? После коллективизации когда. Потому что до этого, если только в городах у вас общественная собственность, а в деревнях нет. Частная. Это коммунизм нет. Значит, надо, чтобы общественная собственность была. Вот когда можно было сказать, что в начале 30-х годов уже экономическая основа была общественная собственность на средства производства, значит, это уже коммунизм. А этот был какой период? Становление коммунизма. А в становлении, значит, что есть? И то, и другое. Вот, скажем, в период становления политика НЭПа проводилась. Она разрешала частную собственность? Ну, я мог, вот если я хочу создать какую-то фирму, мог, вот как раз у вас трое сидит, троих я могу нанять, работать. Но мне все равно не хочется, мне так. Я не попал под национализацию, у меня предприятие небольшое сохранилось. Предлагаю вам пойти ко мне на работу. Хоть вы и принцесса, и баронесса, и так далее, но поскольку кушать нечего, я вам предлагаю счастливый вариант. Идете? Вот вы идете, а эти думают тут. Которые, они в становлении конфликтологов, и хоть такие, но вы погуляйте еще два, три, четыре, кушать захотите, или идите на государственное предприятие к большевикам. Или идите ко мне. Вы же баронессы, чего вам эти большевики, зачем они вам нужны? Идите ко мне. Мы против большевиков, к нам идите. Три человека. Троих можно брать было? Вперед мне, пожалуйста. Троих наемных рабочих можно. Целый сектор был, как он назывался, частнохозяйственный капитализм, а еще был мелкотоварный. Ну ладно, давайте свое дело, начинайте, цветочки разводите и продавайте. Если вас это в Голландии не перебьет своей конкуренцией, вы придете торговать, а там все, цветочки, вон сколько их навезли. В Голландии думаете только голландские цветы? Нет, они из Южной Америки возят и там продают. Они мировые монополисты. Ну, можете попробовать. Если не разоритесь, может разоритесь, тогда ко мне придете, у меня еще на вас место есть. А вы можете коз разводить, и молоко будет. Котлятки хорошенькие, маленькие такие прыгают на стол, может запрыгнуть. Очень хорошие. Это вот потом взрослые уже козы, они так не могут, а маленькие такие раз-раз-раз-раз, сейчас вот так. Не то, что вы тут сидите и все. Они так тут-тут-тут. Разведите-ка. А потом взяли и подохли эти котлята. И вы вместе с ними, потому что у вас вся ставка была на этих котлят. А котлята, у вас ведь, наверное, не было специалиста, который бы ухаживал там. Я с медицинской стороны этим смотрел, какого-то человека, который бы, скажем, в коллективном хозяйстве всегда есть, который занимается здоровьем животных. Ну, все. А вы сделали ставку на свиней, а свиньи подохли. И вам уже, значит, та же судьба. Короче говоря, вот так эти все уклады в переходный период ушли постепенно. Хотя они и так возникали, и пропадали. И остался один уклад. А если он один, то он уже не уклад. Вот переходный период закончился. Ну, вот мы с вами и рассмотрели примеры становления. Ну, это какие примеры? Такие крупные примеры. Когда вот весь целый период можно охарактеризовать этим становлением. Хотя понятие становления, вообще говоря, применимо к чему? Ко всему. Ко всему. И это надо уметь делать. Вот конфликтолог говорит, видите, рассмотрим конфликт. Ну, раз он приходит и говорит, так, конфликта вашего скоро не будет. Почему? А потому что все приходящее. И конфликт приходящий. Поэтому вам не надо так вот ругаться между собой. Не надо, потому что вам все равно вместе работать. Как это вместе работать? Не будем мы? Ну, как не будем? Конфликт, он не вечен. Нет таких конфликтов, которые вечны. Чем-то они закончатся. Вот если либо ваши победы, либо ваши, либо компромиссы. Но не будет конфликта. Поэтому давайте уже настраиваться на то, что ваш конфликт постепенно придет. Как я выступаю? Как? Кто сейчас? Сказать? Как медиатор в становлении. Ну, вы конфликтолог в становлении, а я тоже. Я тоже конфликтолог в становлении, потому что я конфликтологию преподаю товарищам на третьем курсе. Если я не прийду, то и вам буду преподавать. Но на третьем курсе. Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования. А магистрам я преподаю политические составляющие социально-трудовых конфликтов. На втором курсе магистратуры. Так что мы с вами конфликтологи. Но я-то давно знал, что я конфликтолог в становлении. А вы сегодня только узнали. Ну, приятно познакомиться. Что непонятно? Все понятно. Я вас с этим поздравляю. И просьба, так сказать, кто хочет по этому пройти, возьмите, откройте науку логики Гегеля, вам теперь будет легче. И прочитайте. Чистое бытие. Чистое ничто. Переход одного в другое. Остановление. И вам станет легче. И если вас спросят, а вы... Все, диалектик? Вы диалектик? Опять, ну что с вами происходит? Да, обстановление, я диалектик. Ну вот что? Ну сейчас же важно себя. Вот сейчас такое общество. Надо себя правильно поставить. Приходите, я вот это только, я не это, не знаю, того не умею сказать. Я в становлении умею, все. Ну такие-то. Берем, все, берем. Вы настраиваетесь правильно, вам же надо распределяться. Вопросов нет, да? Все, спасибо за внимание. Я правильно теперь уже? Видите, значит я не совсем пришел преподавать. Вам спасибо за напоминание, правильно, направили на путь истинный. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...